Девушки отдыхают Чрезвычайно необычных дел 86-й год. Ростовская область Таганрог. Город у моря. Шумный в сезон отпусков, безмятежный зимой Вика Острожная прожила в нем все свои 22 года В любой конец могла добраться с закрытыми глазами До дома оставалось минут пять ходьбы Вдруг кто-то резко схватил ее за волосы Бросив жертву на зим, напавший стал ощупывать Вику за ноги Что будет дальше, девушка догадалась сама Взыграл бойцовский характер Может ко мне пойдем, сказала как можно спокойнее Тут рядом Неизвестный растерялся Встал, отряхнулся, сверкнул ножом Приставил его к горлу Вики Девушка лихорадочно соображала Если свернуть направо, будет опорный пункт милиции Только бы виду не подать Понял ли спутник ловку, было неясно Но он выбрал другой маршрут Тлела надежда Может на лавочке запозднились старушки? Но у подъезда тишина Так Вика сама привела насильника в свой дом Вика Острожная не знала Она будет единственной, кому посчастливится выжить Попав в руки таганрогского маньяка История криминалистики запомнит его Как черноколготочник Он же ночной гость Он же лучший ученик Чикатило Его жертв могло быть намного больше Если бы не самоотверженность Настоящих героев сыска Виктор Бураков Дослужился до начальника уголовного розыска Ростовской области Уверен, без упорства и самоотверженности В милиции делать нечего Виктор Карпенко Талантливый следователь В профессии ценит возможность Делать общество чище Следователь Карпенко был одним из первых Кто прибыл по вызову несчастной Вики В ту ночь девушка спаслась от смерти дважды Сначала от капроновой удавки А после от угарного газа Я помню прекрасно связал ее Поджег в квартиру Вот и ушел Она развязалась Она потушила Девушку била нервная дрожь В комнатах ужасный беспорядок Прежде чем устроить пожар Преступник буквально перевернул все вверх дном Одного насилия ему было мало Он еще и ограбил жертву Посреди хаоса Виктор Карпенко увидел Разорванные темные колготки Спустя 4 года Такую же черную метку Насильник оставит там Где надругается над другой жертвой 90-й год Ростовская область Город Таганрук 18-летняя Саша Линберг Студентка металлургического техникума Отличница и медотрога Не то что встречаться Проводить до дома не позволял Вот и в тот вечер Макар рассчитывал на поцелуй А получил Пощечину Значит она убедила Не надо меня провожать И он уехал на трамвае Если бы он проводил Этого бы не случилось Тело Саши Ранним утром нашли случайные прохожие Всю одежду и нехитрые драгоценности Убийца забрал с собой Оставив на жертве Лишь колготки Где-то похожую картину Сыщики уже видели Связанные за спиной руки Разодранные колготки черного цвета А в качестве удавки Преступник использовал Бюстгальтер Так страшно Для жителей Таганрога Начался 90-й год Маргарет Тэтчер ушла в отставку С поста премьер-министра Великобритании Канцлером объединенной Германии Становится Гельмут Коль Михаилу Горбачеву присуждена Нобелевская премия мира В СССР Парад суверенитетов Упрощен выезд за границу И тут же Появилась новая каста предпринимателей Челноков Торговцев, закупающих ширпотреб за рубежом И продающих его втридорога на родине А в Ростовской области Вся милиция ищет таинственного преступника К 90-му году в области уже были обезврежены Двое маньяков В 88-й Батайзе Арестован серийный убийца Константин Черемухин Четыре установленных жертв В 89-й В Сальске задержан Александр Краснокутский Он оказался геронтофилом Лишил жизни двух пожилых женщин Впрочем, еще не был пойман другой бешеный зверь Ростовский потрошитель Убийца из лесополосы Андрей Чикатилов Но до задержания оставались считанные месяцы И вот новый серийник По-русски выражаясь, на уши были поставлены все силы То есть весь Таганрог, все сотрудники милиции Нашлись очевидцы, что видели Сашу Девушка сошла с трамвая, направилась в сторону частных домов Вспомнили, как следом за ней, пошатываясь, брел молодой мужчина Тщедушный, на вид чуть больше 20 лет Какой-то малахольный Похожие приметы сыщики получили из пригорода Таганрога Задушена, изнасилована женщина Но есть зацепка Негодяй скрылся на мотоцикле Ученик Чикатило Зачем он душит женщин? Смертельно опасная одежда И предчувствие матери Милиция продолжает поиски Операция Черная метка Как ловили опасного убийцу? Громкое дело Из истории советского сыска Дело было вечером Зеленая зона Тусклый свет фонарей Местная жительница выгуливала собаку И вдруг заметила Чуть в стороне цветное пятно Пригляделась девушка в ярком плаще Но не одна С мужчиной На обратном пути То же пятно уже на земле Собака заскулила И потянула хозяйку вперед Пара секунд хватило Чтобы понять Девушка на траве Мертва Рядом взревел мотоцикл И женщина Разглядела цифры на номерном знаке Бросилась домой Звонить в 02 Бригада сыщиков была на месте В считанные минуты Способ был один и тот же То есть удушение Изнасилование И удушение Мы интуитивно Или там как-то Связали Возможно Что убийца Один и тот же Молодой парень Худой То же описание давали свидетели По делу убитой Саши Лин Запрос в ГАИ Ошарашен Разыскиваемый мотоцикл Числится В подразделении Вне ведомственной охраны Сыщики были в шоке Неужели к убийствам Причастен Милиционер Главный подозреваемый А вскоре арестованный Сергей Юферов 20 лет Под его ногтями Эксперты обнаружили Кровь Убитые девушки Сотрудник милиции Вне ведомственной охраны Нападал на женщин Срывал цепочки Отбирал кольца Деньги И насиловал Итак Преступник пойман Но который Убийство Саши Линберг Юферов категорически Не признал И доказал непричастность В ночь гибели студентки Он как охранник Сопровождал Железнодорожный груз За сотню километров От Таганрога Приходилось признать Черноколготочник На свободе А значит Убийство Продолжится Народу По улице Я вам скажу Там же 11 часов Уже молодежи не было Вот в тот период Многое было сделано Чтобы предотвратить Очередное нападение Но спустя всего Две недели Черноколготочник Снова Убил Прошло уже четверть века Но и сегодня Тамара Ревякина Помнит события Тех дней По минутам Я плакала Я ночью даже не спала Начиная с четверга В основном четверг У меня это началось Накануне Женщину напугала Соседка Мол в Таганроге Завелся маньяк Рыщет Нападает И убивает Сплетница Живописала Приукрасила Жуть и нагнала Рассчитывала Впечатлить Тамару Что было очень просто Ревякина Воспитывала Дочь Киру А вот та Наставление предков И слушать не желала Одевалась Вызывающе Красилась Ярко У меня стала болеть душа И стала говорить Что Смотри Чтоб тебя не убили Она говорит А за что меня убьют Я говорю Ну Видишь как получилось С девочкой Предчувствие Не обманули В субботу Кира Отправилась на дискотеку И Не вернулась Он Значит Проследил Ее Когда она Возвращалась Станцплощадки Из парка Горького И там Напал Практически Под чешу Под окнами Ее дома Киру Нашли на четвертой Сутки В недостроенной Бане Задушенной Кричать И звать На помощь Кира Не могла В ее гортане Судебные Медики Обнаружили Кляп Убийца Соорудил Его Из сигаретной Пачки На все Это Нелюч Потратил Время И силы И не заметил Как на месте Преступления Оставил Отчетливый Папиллярный Узор Большого Пальца Строящееся Здание Баня Кафель На стене И он Облокотился Там было Очень хорошо Видно Следы Пальцевой Отпечатки Казалось бы Явная Неопровержимая Улика Но кого Искать Первым делом Дактилоскопировали Всех Кто имел Отношение К строительству Бани И все же Совпадений Обнаружить Не удалось На стройке Орудовал Кто-то другой Пока Неизвестный Но Был ли он Знаком С погибшей Кирой Тем временем Известие Что в Таганроге Орудует Сексуальный Маньяк Черноколготочник Было уже Не скрыть Все Как одна Жительница Таганрога Отказались От чулок Темного цвета Зато Их надели Девушки В погонах Вечерами Они рассказывали По городу В умопомрачительных Мини-юбках Одевали Черные колготки Сопровождали Сыщики Но наживца У нас Не получилось Таганрогский Душегуб Наживку Не клевал Тем временем В ноябре 90-го В столице Дона Поймали Другого Маньяка Имя которого Прогремит На весь мир И станет Нарицательным Андрей Чикатило На его счету 53 доказанных Убийства Как намекал Сам серийник Жертв было Намного больше Специальную Оперативную Группу По розыску Маньяка Возглавлял Виктор Бураков Не успел Чикатило Дать признательные Показания Буракова Уже перевели В Таганрог Где на свободе Разгуливал Другой Серийный Обийца Черноколготоч Виктор Бураков Предложил Действовать По такому же Принципу Как и в случае С Чикатило Создать Для маньяка Невыносимую Обстановку Обложить Парки И скверы Прикрыть Остановки Общественного Транспорта И автовокзал Вынудить Преступника Нервничать И совершать Ошибки Когда ему Некуда Было Деваться Ему нужно Было У него возникла Потребность Совершить Очередное Убийство А Жертву Повести Увести Некуда Было Вместе С Бураковым Делом Черноколготоч Занялся Известный Психиатр Александр Бухановский Профессор Внимательно Изучил Картину Преступлений И вывел Преступник Умственной Отсталостью Не страдает Внешне И по поведению Вполне Обычный Человек И главное Почувствовав Опасность Преступник Может Перестать Убивать Однако Только на время Остановиться Он не в силах Психиатр Бухановский И сыщик Бураков Отважились На невероятное Обратиться К маньяку Напрямую С экрана Телевизора Но как Такое Допустит Партийное Руководство Области Да вы С ума сошли Разводить Панику Нет И еще Раз Нет Хотя риски Было запрещено Информацию давать Потому что был контроль С стороны Партийных органов Пробить Телепередачу Было Очень Трудно Но Паник В обществе Которую Так боялась Областная Власть И так Зашкаливала Дон Охватила Эпидемия Маньяков И насилия Один за одним Серийные убийцы Появлялись В Сальске Шахтах Ростове В конце Концов Партаппаратчики Сдались И разрешили Бухановскому Действовать Выступил В прямом эфире Александр Олимпович Бухановский Который Пытался Убедить Неизвестного Убийца В том Что он Болен Что это не его Вина Что это не Эта проблема Которая Возникла С рождением И что ему Нужно Лечиться Изобращение Психиатра Александра Бухановского По телевизию Я обращаюсь К тебе Неизвестный Именно К тебе Тебе Самому Все кажется Таким Диким Мерзким Что ты Не решаешься Обратиться Ни к врачу Ни к священнику Я попытаюсь Дать тебе Такую Возможность В те годы Еще не было Понятия Телевизионных Рейтингов Но Они Однозначно Зашкаливали Буквально Все жители Области Слушали Затаив Дыхание Он говорил Я понимаю Твое состояние Я чувствую Тебя Ты больной Человек Только я Могу помочь И так далее Обратись ко мне И так далее И так далее Профессор Пошел на беспрецедентный риск В прямом эфире Он Назвал Модель Своей машины Ее номерной знак Место Где гуляет С дочерью И рынок Куда ходит С женой За продуктами Теперь Маньяк Точно знал Где может Встретиться С тем Кто его Ловит Ростовский Треугольник Смерти И уловка Психиатра И ключ К разгад Как ловили Приемника Чикатилла Операция Черная метка Громкое дело Из истории Советского сыска Таганрог Приморский город На берегу Азовского моря Население Почти 300 тысяч Человек В начале 90-х Все до единого Жили в страхе По ночам Здесь Орудовал Серийный убийца И подталкивали Его на преступление Черные колготки К маньяку Обратились В прямом эфире Предложили Добровольно Сдаться Взамен Обещали Лечение И жизнь И напряженное Ожидание Как себя Поведет Садист Обратиться За помощь Или ответит Новым убийством Шли дни Недели На связь Черноколготочник Не выходил Затея Казалась Бессмысленной Негласно Охрану Бухановского Уже решено Было снять Когда сотрудники Службы Наблюдения Заподозрили Неладное В то утро Врач-психиатр Отправился На рынок Далее События Развернулись Как в шпионском Романе У палатки С фруктами За Бухановским Пристроился Подозрительный тип Худой И нервный Озирается Сумку Прижал к груди Плотнее Придвинулся К психиатру Группа Наблюдения Насторожилась Что в сумке Оружие Нож Испытывать Судьбу Не стали Двое сотрудников В штатском Приблизились К палатке Странный парнишка С сумкой Наперевес Бросился В рыночную Толпу Догнать Беглеца Помогла Картошка Как оказалось Сотрудники Милиции Вспугнули Мелкого Базарного Вора Черноколготочник Навстречу Не пришел И снова И снова Томительное Ожидание Выйдет Ли маньяк На связь И вдруг В редакцию Местной газеты Пришло письмо Кому? Врачу Психиатру В графе От кого? От меня С приветом Он маньяк Говорите вы все Нет Мне просто нравится Делать то Что я делаю И нравится риск Без него жизнь Мура зеленая Неужто не мучают Угрызения совести Спросите вы Мучают товарищи Журналисты Еще как Ну что поделать Это все стало Для меня наркотиком Я уже не могу Без убийств Уверен Милиции Никогда Меня не найти Ясно вам Ваш навсегда Маньяк Почерковеды Внимательно изучили письмо Буквы прыгали Строчки косили Нажим на бумагу Все время разный Кто же он? Аноним? Душевнобольной? А может и вправду Тот самый маньяк Которого так долго ищут Профессор психиатрии Засомневался Автор послания Самонадеянный тип Тон письма Торжествующий Черноколготочник Был совсем другим Забитым Ранимым Неуверенным в себе Даганрогский монстр Убивал не из бахвальства Он был Психически болен И вдруг Нападения прекратились Может следователи ошиблись? Это не серия А только случайность? Однако спустя полтора года Город вновь содрогнулся От страшного происшествия Девяносто первый год Ростовская область Город Таганрог Светлана Прокудина Светлана Прокудина была в декретном отпуске Воспитывала маленького сынишка В тот вечер женщина поручила сына бабушке Надела лучшее платье Черные колготки И отправилась развеяться в гости На полпути Света почувствовала За ней кто-то идет Девушка ускорила шаг Благо калитка подруги уже была рядом Перешагнула порог И страх Как рукой с него Время в гостях пролетело незаметно Но дома ждал малыш Молодая мама спешила вернуться к сыну Она не знала Больше они не увидятся Ведь все это время у забора Ее караулил черноколготоч Тело молодой женщины Обнаружил сторож садоводства Вокруг убитый разбросанный зонтик Губная помада И еще пара предметов Их родные девушки Не признали И это была реальная зацепка Он потерял Эту расческу Где написано было Гонков Часто ключи Такие ключи Выпускал Таганрогский металлургический завод Плохая новость Замки местного производства В Приморском городе Были почти у каждого Хорошая Круг поисков сужался Массивные накладные замки В основном ставили На ворота и калитки Ключи был Большой Сувальдик Его нельзя было Здесь спутать ничем Расческу и связку ключей Показали по местному телевидению Их фото были развешаны По всему городу Много позже станет известно Знакомые убийцы Эти предметы Видели И узнали Но в милицию Сообщать не стали Были уверены Закралась ошибка Не может их товарищ Быть к этому причастен Сама мысль абсурдна Внешне Вот на нем Никогда не подумаешь Вот Такой тихенький Вот спокойненький Он Тем временем Сыщики подготовили Сотню дубликатов Ключа В надежде найти Подходящую Замочную скважину Обходили Подворье За подворьем Исследовать все домовладения Сыщики не успели Таганрог Потрясло Новое ЧП Горе Обрушилось Исследовать все домовладения Пытался отомкнуть Сувальдный замок Ведущий на крышу Недолго думая Мужчина ударил Ночного гостя Позатыл Звеня покатился Массивный ключ Такой же милиция Транслировала По телевизору А бдительные соседи Что уже были Все бдительные Поймали руки Закрутили Набили И сдали Работникам милиции Но вышла ошибка Набили И скрутили Не того Несчастный Был новым Ухажером Соседки Снизу На крышу Полез Чтобы поправить Телеантенну Пусть в эту ночь Неравнодушие Дало осечку Серийного убийцу Задержали В другой раз Был поздний вечер Двух срочников В самоголке Застали Темнота и мороз Ни души Ни общественного транспорта Вдруг Чей-то Отчаянный вопрос Кто же зовет И где В кромешной тьме Парни С трудом Разглядели Проволок Ринулись На крик Солдаты Подоспели Вовремя Ловкий удар В челюсть Хватка Насильника Ослан Из воинской части Поступает сообщение Дежурному Офицеру УВД Тот докладывает По цепочке Она просто Мне понравилась Мне нравятся молодые Я говорю Такие уже 52 Как только парня Отпустил алкоголь Испарилась спесь Спина сгорбилась Плечи сжались Напротив Начальника отделения Милиции Сидел уже Не ночной монстр А прыщавый Тщедушный юнец И он Определенно Испытывал Чувство страха Тсюман Не умело лгал Пытался Объяснить Свой поступок И путался Опытный милиционер Сразу понял У задержанного Паника Но в чем Ее причина Похмелье Стыд Или кроется Что-то иное Начальник отделения Распорядился Снять У Тсюмана Отпечатки пальцев И взять На анализ Кровь А сам Применил Неформальный прием Такому В школе милиции Не учат Берешь пульс С ним разговариваешь И вот Начинаешь Разные вопросы Говорить с ним Если где-то Горячий вопрос Пульс Моментально Бух И один Такой вопрос У безродного Был давно Припасен Со времен Убийства Киры Ревякиной А что ты Говорю Вот той туфли Снимал Мне только непонятно Говорю И колготки Разорвал И у него уже лицо пятнами пошло Неужели он Черноколготочник Кто же хитрее Опытный сыщик Или маньяк В чем виновата Первая любовь И как оправдала Садиста Вторая С убийцей Лицом к лицу Операция Черная метка Его судьба Будет страшной Финал Драматической истории Жалкий и замкнутый Кожа в юношеских угрях Взгляд неуверенного в себе человека Нервно сжатые кисти рук Какой же это маньяк Ничто не смутило опытного сыщика Анатолий Безродный нутром чувствовал Этот малый задел женщину Не просто по пьяной лавочке Он вцепился ей в горло Мертвой хваткой тащил в кусты Налицо все признаки Психически неуравновешенного Больного человека Пульс задержанного зашкаливал Но для обвинения в убийстве Этого мало Все что грозило пьяному хулигану 15 суток Юрия Цюмана отправили в изолятор Разрешили свидание с мамой Со стороны милиции Это было проявление гуманизма И серьезная уловка Мать арестованного Ксению Цюман Радушно встретил оперативник Кривенко Я говорю Вы давайте Потому что нам нужно будет пройти Там где задержанный Ну в комнату для задержанных Ну давайте включить Там что-то у вас расческа Пока мать была на свидании С сыном Сергей Кривенко Времени Зря не терял Он сравнил Ключи от квартиры Цюмана С изображением ключа Найденного на месте Очередного убийства Приложил фотографии ключи На фотографии ключи Четко совпадали А вскоре Вердикт вынес Эксперт По отпечаткам пальцев Звонит мне Домой Воскресенье Вечер Где ты взял Эту карту Я говорю Что взял Она у вас Он у вас сидит Там его Я говорю Палец сошелся Большой этаж С бани Остался на плитке Этот отпечаток Обнаружили В недостроенной бане На месте убийства Киры Ревекиной Итак Юрий Цюман Серийный убийца Сексуальный садист Был обезвлежен В 22-м годам Он успел лишить жизни Четверых девушек Скорость совершения преступлений Была очень большая Слава Богу Остановили В начале криминального пути Его кровожадный земляк Андрей Чикатило Начал убивать в 42 И уничтожил 53 человека Связь с Чикатило Была не просто случайна На допросах Черноколготочник признался Именно в ростовском потрошителе Он увидел своего учителя Хитрого Неуловимого Коварного За похождениями Мистера Икс Цюман тщательно следил По телевизору И в газетах Но вот насмешка судьбы Программу Где психиатр Бухановский Обращался лично к нему Маньяку из Таганрога Юрий пропустил К сожалению Это было связано с тем Что мы один раз Только выступили По телевидению У нас возможности Такой не было Чтобы повторять Это постоянно Поэтому один раз Было прямое эфир И все Так как же скромный парень Превратился В жестокому убийцу Юрий Цюман Родился в семье Рабочего и уборщицы Отец сильно пил А в пьяном угаре Частенько избивал сына Мальчик рос Чедушным и хилым Не мог постоять за себя Девушки на хлипкого парня Внимания не обращали А потом пришла Первая любовь И обернулась Настоящей драмой Маша предпочла Юрия его лучшего друга Узнав о предательстве Цюман пришел в ярость В припадке мести Любимую Чуть не задушил Рассказывал об этом На допросах Девчонка одна Со мной захотела Идти в купаться А пошла с другим Я ее схватил Вроде, ну видно Чуть-чуть Все-таки он придавил ее Она захлепела Говорит И я Как мужчина Сгорел После этого случая Психика Юры Окончательно Дала сбор Отныне он искал Тех же ощущений Жертв Цюман выбирал Похожих на ненавистную Машу Худеньких Высоких И длинноногих Вот отчего Так привлекали Черные колботки Они подчеркивали Стройность Нормального общения С противоположным полом Цюман так и не узнал Единственная девушка Что пробыла В отношениях с ним Достаточно долго Любила садистские игры Так же, как и он Та подруга Так вообще Меня поразила Она же ее душу При этом Говорит Пропололом Ну чего же ты А мне нравилось Молчали и в ближнем Кругу Цюмана Безработный Юрий Дарил знакомым Золотые кольца Часы Родственникам Поношенные кофточки И юбки Следствие По делу Таганрогского маньяка Затянулось Надолго Только спустя Три года После последнего Убийства Приемник Чикатило Услышал приговор Смертная Казнь Однако Цюман остался Жить Привести приговор В исполнении Не позволил Вступивший В силу Мораторий Вот уже Четверть века Черноколготочник Влачит дни В колонии Для пожизненно Осужденных Черный дельфин Какой урок Он вынес Судите сами Я не говорил Что он начал Раскаиваться Я сказал Что я многое понял Что именно Понял Серийный убийца Свою тайну Он хранит За решеткой Там же Где и другие Последователи Чикатило Черемухин Бурцев Муханков Всего с конца 90-х годов В Ростовской области Обезвредили 37 маньяков И это были Расследования Заслуживающие Отдельных Рассказов Но об этом Как-нибудь В другой раз Субтитры создавал DimaTorzok